Объем экспорта агропромышленной продукции к 2024 году должен увеличиться почти в два раза. Это прогнозируемые итоги реализации новой государственной программы. Ее сегодня утвердили на заседании Кабинета министров. На повестке дня 25 вопросов. Одним из первых министры рассмотрели новую государственную программу. Ее название – развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской республики. Приоритеты – экологическая безопасность агропродукции, развитие животноводства и растениеводства, повышение доходов сельхозтоваропроизводителей. В отдельное и основное направление программы выделен региональный проект «Экспорт продукции АПК». Программа рассчитана до 2035 года. Объем производства продукции сельского хозяйства на душу населения увеличится к 35 году в 3,5 раза. Индекс производительности труда – 134% к 24 году, в 2,3 раза к 35 году. И объем экспорта продукции агропромышленного комплекса должен увеличиться к 24 году в 1,9 раза. Темп роста среднемесячной номинальной зарплаты в сельском хозяйстве к 24 году планируется с ростом на почти 17%, к 35 году в 1,7 раза. Повышать уровень зарплаты, потому что на уровне 65-70% от среднереспубликанских показателей – это, конечно, для молодежи не совсем такая благоприятная мотивация. По итогам 9 месяцев этого года средняя зарплата работников сельского хозяйства выросла на 7%, сумма – 18 200 рублей, или 69% от средней по региону. Однако есть отрасли АПК, где цифры приближены или выше среднереспубликанских показателей. В производстве пищевых продуктов уже сегодня доля составляет 89%, приближаемся, а в производстве напитков – 112%, то есть выше, чем в среднем по экономике. Будем выравнивать цифры. Минимальный взнос за капремонт в Чувашии решили оставить на уровне этого года. То есть в 2019-м минимальный платеж останется прежним – 6 рублей 30 копеек за квадратный метр. За 9 месяцев текущего года у нас собрано 676 миллионов рублей, это порядка 100%. Годовой сбор будет составлять порядка 970 миллионов рублей у нас. Михаил Игнатьев акцентировал – средства, собранные с населения, должны использоваться эффективно, а подрядчики – выполнять взятые обязательства. Сегодня же глава Чувашии своим указом освободил от занимаемой должности министра образования и молодежной политики Александра Иванова и за многолетнюю добросовестную работу и вклад в развитие Чувашии наградил орденом за заслуги перед Чувашской республикой. Ирина Волкова, Бахтияр Вилиев, Республика.